Всех приветствую на своем канале. Вот я и решил приготовить леща холодного копчения. Это сибирский лещ. Сейчас я все покажу, расскажу, как солил, как коптил, как сушил. Смотрите, будет интересно. Ну а как это будет, все увидите в этом ролике. Смотрите до конца, будет интересно. Ну а будет все, как всегда, я думаю, хорошо. Вы увидели уже готовый результат. Я приступаю к разморозке сибирского леща. Сейчас я его размораживаю и буду разделывать. Потом покажу весь процесс, вам все подробнее расскажу, покажу. Смотрите до конца, будет интересно. Лещ разморозился, приступаю к его разделке. Лещ свеженький, недавно пойманный. Леща буду разделывать на книжку, раскрывать по спине. Ну все, смотрим, ускоряемся. Ну вот и все. Сейчас его промываю и делаю надрезы, чтобы быстрее просолился. Дальше покажу, что буду делать. Все, леща промыл. Теперь делаю надрезы примерно под 45 градусов. Вот таким способом, чтобы потом, когда он будет висеть у меня, ну головой вниз, чтобы раскрытие вниз шло мясо, так сказать. Кости у леща крепкие, поэтому нужно постараться, чтобы хорошо их тут прорубить. Но лещ холодным камчением очень вкусный, мне очень нравится. Будет просто огонь. Все, перекладываю в посолочную тару и начинаю солить. Вот такая у меня посолочная тара. Лещи сюда влазивают очень хорошо. Ну и сверху засыпаю смесь соли и сахара. Три килограмма соли на килограмм сахара. Обильно посыпаю лещей. Соли, потому что я не жалею, и вы уже знаете, кто смотрит мои ролики. Дело не в соли, дело во времени, сколько все здесь это пролежит. А солить он будет ровно 7 часов. Он надрезанный, соль вот так сейчас везде в него попадет, промежуточки вот сюда. И потом просто обмою под проточной водой от лишних остатков соли и без всякого вымачивания. Заметьте, без вымачивания, то есть соль в нем останется за эти 7 часов. Она распределится в процессе вялки и все будет хорошо. Заметьте, без вымачивания. Встречаемся через 7 часов. Ну что ж, прошло 7 часов, как я засолил леща. Сколько вон тут лучка выделилось, это видно. Он стал плотненьким. Часть соли впиталась. Сейчас все это промываю холодной водой и вешаю, вывешиваться. Дальше покажу, что буду делать. Ну вот леща промыл, развешал. Сейчас у меня будет вывешиваться, вся лишняя влага с него стечет. И после этого я отправлю его в сушильно-вялочный шкаф. Ну и пока влага с него стекает, он, так сказать, дозревает. Все, увидимся, когда я буду отправлять его в сушильно-вялочный шкаф. Ну что ж, лещ обвиселся, стек. Я его помещаю в шкаф сушильно-вялочный. Вот так он у меня здесь расположился. Выставляю температуру 25-27 градусов примерно. Ну и начинаю сушить. Сколько буду сушить, пока не знаю. Но думаю, что около суток с периодичностью. Три часа сушу, где-то час-полчаса он отдыхает. При этом у меня будет включен вот такой таймер. Сам будет включаться и выключаться. Ну а потом потрогаю, пощупаю. Если в меня устраивает консистенция рыбы, я отключаю сушение. Нет какого-то прям графика, что вот во сколько ты выключил, что вот просушилось. Просто приходишь, смотришь. Все нормально, тебя все устраивает, выключаешь. Нельзя сказать, что для леща надо сделать сушку ровно 9 часов и потом отправлять его в коптилку. Нет, это все зависит от влажности вашего помещения, от температуры у вас в помещении. От всего это зависит. Поэтому сейчас просто вот включаем. Вентиляторы заработали, тены заработали, рыбка сушится. Сколько она будет сушиться, я уже скажу по факту. Ну что ж, процесс вялки леща прошел. Выключаю сушильно-вялочный шкаф. Смотрим, что у меня получилось. А получилось все хорошо. Вот такой вот завяленный лещ. Смотрите, он плотненький. Абсолютно сухой. Все с ним хорошо. Провяленный. Вял я примерно сутки с периодичностью выключения-включения своего шкафа. Вот так все получилось. Ну все, друзья, отправляю все в коптилочку. Дальше процесс пройдет очень просто и легко. Загружаем коптилочку. Ну ладно, сейчас все покажу и расскажу еще раз, чтобы всем было понятно. Еще один немаловажный факт. Вот леща я достал, уже себе здесь сюда повешал. Смотрите, температура при копчении должна быть примерно от 15 до 20 градусов. И влажность тоже должна быть. Ну вот сейчас у меня 40, около 50 показывают. То есть в комфортной зоне вот здесь должна быть влажность. Также температура должна быть влажностью. Тогда копчение будет превосходным. Ничего не надо будет делать, чего-то придумывать. В помещении должно быть тепло и сухо. Это самый важный фактор при копчении холодным. Помните об этом. Ну что ж, мой лещ подготовлен. Я отправляю свою коптилочку от компании Moskit. Буду коптить его холодным копчением. Грузим, так сказать, загружаем. Заместил леща в коптилочки. Сейчас закрываю, закладываю в зольник дровишки. Это будет ольха. И включаю коптилочку. И знайте, чудеса создаются своими руками. Вот этими ручками. В зольник закладываю 4 ольховых полежка. Закрываем. Включаю автомат коптилочки. Включаем сеть. Выставляем градусы на 350. Включаем дым. Как только камера наполнится дымом, это примерно минут 15, ну может быть в крайнем случае 20, я включу холодное копчение, то есть электростатику. И весь процесс копчения уже начнется. После этого ждут час, час 10. И дальше покажу, что происходит. Погнали. Ну что ж, прошел часок. Все отключаем. Дровишки я уже выключил. Электростатику отключаю. Сеть отключаю. Ну и тумблер. Смотрим, что получилось. Ну вот, достаю сразу первого попавшегося веща. Посмотрите, друзья, какой цвет. Надеюсь, видно. Сейчас все это обдуваю еще в сушильном вялочном шкафу. Так, наверное, лучше будет видно. Вот, на свет. И он цвета еще больше даст. Вот так выглядит внутри. Красота. Неописуемая. Ну что ж, вот конечный результат. Вот такой лещ у меня получился. Посмотрите, какой цвет. Надеюсь, вам все видно. Лещ очень жирный, сибирский, ластица. И хочу еще сказать, друзья, мои видео носят рекомендательный характер. Я не технолог, не какой-то там супер-пупер рыбных дел мастер. Я просто копчу рыбу, это мое хобби. Копчу я вот в этой копчилочке от компании Moskit. Хотите, делайте так же. Хотите, не делайте так же. У каждого свой фэн-шуй. Так что, друзья, всем спасибо, кто досмотрел это видео до конца. Мечты не работают, пока не работаете вы. Вот такой результат я делаю. Реально в своей коптилке. Нигде его не покупаю, не беру. Весь процесс я рассказал, все показал. Всем спасибо. До новых встреч. Удачи!